Привет всем! Во-первых, хочу сказать большое спасибо за совершенно феерическую помощь, которая пришла в прошлый раз прекрасному человеку, который, правда, до последнего не хотел ее принимать. И это очень круто, надо сказать. И более того, было масса вопросов по поводу состояния нашей медицины и так далее. Было масса историй, которые люди начали делиться из своей практики как со стороны пациентов, так и со стороны докторов. Естественно, с разными знаками плюс и минус. И поскольку в прошлый раз была рассказана лишь малая-малая толика того, что вообще происходит в нашей жизни, то сегодня я попросил Оксану вообще поведать не только уже о своей собственной практике, но и о практике ее коллег, которые на самом деле очень часто делятся с ней и с всевозможными историями. Значит, это Оксана, хирург по профессии из Москвы. Московской области. Но живешь ты в Москве, как мы выяснили, но работаешь в Московской области. Значит, для начала расскажи о твоем ощущении от реакции после первого интервью. Реакция была неожиданная, потому что я всегда привыкла ожидать худшего. Я очень благодарна за помощь, которая последовала. Я действительно не ожидала. Очень помогли с тем, что не пожалели как бы ни времени, ни средств. И получилось сделать так, что мама прошла лечение именно вовремя и в сроки. Мы не стали затягивать ни с химиотерапией, ни с лучевой терапией. И вот сейчас мы ждем ответа от ее онкологов по поводу того, мы все успели вовремя, все мы сделали правильно и все хорошо. Или мы продолжаем дальше как-то бороться и искать другие варианты. Пока я еще вот, я бы очень хотела сказать, что все хорошо, мы победили, мы справились, ура, у нас все получилось. Но без заключения коллег я пока это сказать не могу. Но в любом случае спасибо тем, кто не остался равнодушным. И спасибо тем, кто, несмотря на мой такой достаточно сумбурный монолог в то интервью и такую нервенность рожания в голосе, поняли, о чем именно мы собственно хотели поговорить, что это не просто такие байки из клепа о том, как иногда бывает весело в приемном покое, в медицине, травматологии, в общем, где у... Человек-шашлык стал мемом. Человек-мангал. Мангал. Это разные. Шашлык это кожок. А вот это... Да. Они возвращаются. Я понимаю. Но на самом ты опять скромничаешь, потому что помимо мамы была же еще у тебя проблема. Ну, окей. Не будем. Ну, моя на этом фоне там, во-первых, только моя, во-вторых, как-то, ну, выплыли и выплыли. с этим я уже вполне способна разобраться самостоятельно. А поговорить хотелось больше даже не о том, что как-то у кого-то еще есть истории, хотя очень много людей писало, очень много людей тоже делились своими какими-то нюансами. Мы же про часть все равно расскажем. Да. Делились либо рабочими какими-то обстоятельствами, либо были достаточно хорошие комментарии именно со взгляда вот пациента на всю систему. И основной вопрос, я так понимаю, был в том, что многие люди, которые либо не очень столкиваются с медициной сейчас, либо столкнулись как-то только краешком в виде какой-то диспансеризации при приеме на работу или сдаче водительских прав. И больше их пока жизнь особо не сводила. Они не очень понимают, как эта система в принципе работает, и почему многие врачи, фельдшера, скоропомощники, которые сейчас некоторые вообще уже дошли до края терпения, бьют тревогу и говорят, что дальше лучше не будет. Дальше будет не то чтобы хуже, а настолько по-другому, что в принципе мое поколение врачей и те, которые старше, они в этом не смогут работать. Потому что сейчас пытаются, поскольку у нас капитализм и все все общее влагорастворение, то все пытаются перевести на то, чтобы это было рентабельно. Все должно окупаться, в лучшем случае, вернее, в худшем, в лучшем случае, оно должно приносить прибыль. Медицина прибыль приносить не будет никогда. Никакая. В масштабах страны, любой страны, вообще никогда. В долгосрочной перспективе, может быть, это будет здоровье населения, его дольшая работоспособность, меньше они будут уходить на больничные, брать в связи с этим, какие-то отпуска или просто уходить с работы. И это в конечном итоге, возможно, покроет какой-либо процент публиков, связанных с тем, что медицина это очень дорого, но рентабельно и в ноль она не станет никогда. А очень хочется. Потому что тратить на что-то деньги, причем для многих, я так понимаю, чиновников, администраторов и тех, кто принимает решение, они не очень понимают, куда и зачем они это делают. То есть им когда приносят, что надо новое оборудование, зачем новое оборудование, что старое не работает, старое работает, но зачем оно это большие деньги, зачем оно, у вас же старое точно работает, но оно работает, но этот рентген еще Ленина вертикальном помнит, и мало что может показать достойного. Но он работает, действительно, советскую технику очень сложно убить, надо постараться. Да, я могу по станкам древесно обрабатывающим сказать, на которых я еще учился. Он работает, хорошо, ну вот и работайте дальше. Вы же можете на нем работать, нет, можем, но тяжело, мы там не видим вот это, вот это, вот это. Нет, но вы же сказали, что вы можете работать. И вот этот диалог, он происходит по кругу, по кругу, по кругу, как бы, да, вот, с теми же лекарствами, ну, вот, у нас же есть. Возможно, это еще проистекает из того, что есть некое распределение денег вообще везде, и как бы здравоохранение, все, что с этим связано, это лишь малая часть из того, что надо там распределить. И есть определенные приоритеты. То есть, ну, может быть, у нас не очень хорошо со здравоохранением, зато у нас сейчас все очень хорошо с обороноспособностью. Поэтому, нет, я понимаю, да, я понимаю, что последует дальше. Но это вот вечная проблема. Это, кстати, проблема не только России, это проблема вообще большинства стран, особенно в США. Это очень видно, вот откуда, например, все, вообще, вот мой этот проект России «Чужой взгляд» взялся, потому что люди не хотят тратить деньги на бомбы и на ракеты, люди хотят тратить деньги на social cares, вот эти самые, да, а им надо объяснить, что надо тратить. Для этого, что надо сделать, надо создать образ внешнего врага. который хочет прийти и тебя уничтожить, вот такие злые русские сейчас приплывут на подлодках и вот вас разбомбят. И, соответственно, за счет модуляции вот этого общественного мнения они и вытягивают бабки налогоплательщиков на какие-то вещи. Ну, а потом, соответственно, делают профит на продаже каких-то новых моделей оружия во всякие там Китае, Вьетнамы и прочие замечательные арабские страны. Может быть, сейчас просто как бы идет не хочу употреблять такое слово дискурс определенный в чиновочной среде, что в экономике надо тратиться больше вот на это, а не на это. И это каким-то образом там, не знаю, или навязано, или, может, они реально так думают. Допустим, я не могу сказать, о чем думают чиновники, для меня это, в общем-то, тайна покрытая мраком, я не в курсе. Но, хорошо, даже если вы очень хотите вот все силы бросить на обороноспособность, можно вопрос? А кто ее будет осуществлять? Вот. Вы откуда наберете вот здоровых призывников, вы откуда наберете здоровый, допустим, там, младший и средний командный состав. Вот если, да, статистика по инфарктам у мужчин, она там молодеет, 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 молодеет за вообще стремительными, безумными скачками. Там, 35 лет инфаркт, и раньше это было, ну, это вот было вообще из ряда волн, сейчас это уже не особо новость. Проблема с сосудами, проблема, да, разной степени там, шми, инсульты, опять же, опорно-двигательный аппарат. Мы тут были в Крымово, рассказали совершенно убийственную историю, там, триатлонщики бегали, и молодой парень, там, 20 с чем-то лет, умер от инфаркта. Хотя, вроде как, тоже там, вести себя такой спортсмен, вот, и так далее. Окей. Что, ну вот, хорошо, по твоему сугубо субъективному мнению, да, в медицинской профессиональной среде, ну, вот врачи вообще, они сами могут какие-то действия предпринять? То есть, есть, я не знаю, какие-то профсоюзы, какие-то там и прочие объединения, которые в состоянии, ну, хотя бы, я не знаю, составить определенный документ и попробовать его туда пропихнуть. я уж молчу про там остальные действия. Сейчас, увы, существует как бы два варианта поведения врачей. Ну, вот, на мой взгляд, то, что я вижу, слышу по разговорам, кто-то меня может там дополнит, поправит, опровергнет, но то, что я понимаю, поскольку бороться именно вот, как-то, вот прям бороться с тем, ни у кого обычно нет в основном желания, потом сил, времени, иногда изначально сил, времени в связи с этим желание, потому что, когда ты работаешь там около 60 часов в неделю, ну, в общем, не до того. Тебе там детей и жену увидеть хотя бы, там, вспомнить, как они выглядят, и потом снова наработаете. Поэтому часть идет вот как идет. Вот, система решила так, мы работаем вот так, мы не пытаемся ничего изменить, мы работаем с тем, что есть, мы работаем так, как нас научили, мы не будем добиваться, вернее, даже как-то пытаться добиваться каких-то там новых препаратов, изучать новые методики, чтобы стать там лучше, выше, сильнее, быстрее, потому что у нас там три хирурга на все отделение, которые работают посменно, им не до этого, они свою зарплату получают, и вот, как у Жуанецкого, да, ради бога не хотят другого, ради бога. Вот, есть другой вариант, не буду называть регионы области, потому что не все так однозначно, многие могут обидеться, когда это обычно решается на уровне главврачей, когда есть, ну, существует определенный оклад у тебя, вот, существует определенный у больницы, да, определенный запас денег на, там, те же, там, лекарства, оборудование, расходные материалы и прочее, но при этом, когда к тебе приходит пациент, и ты, как бы, ну, на него так смотришь и понимаешь, что вот, ну, степень его благосостояния. всю операцию он, допустим, оплатить не в состоянии, но вот отдельное комплектующее, грубо говоря, в виде стентов или пластин, он оплатить может. Ты ему говоришь, вот, с вас только-то, вы проходите по УМС, вы проходите официально, ну, хорошо-хорошо, нет, как бы, ну, ищите другую больницу в области, ну, там, уезжайте, там, в какой-то другой, ну, это очень распространено, сейчас практика, когда вроде, да, ты приходишь, а тебе говорят, ну, вот за то, за то, за пятое, нужно все-таки доплатить, потому что там расходные материалы, там, тра-ля-ля. и, естественно, заведующий отделением в курсе, да, главврач в курсе, бухгалтерия, тем более, в курсе, не знаю, как они решают этот вопрос налоговой, но, как-то, наверное, получается, думаю, что вот налоговая как раз не в курсе, но при этом, да, это не то, что эти деньги идут хирургу лично в карман, да, ему идет намного больше процент, чем если бы это было официально, но при этом, да, это отдается заведующему, это отдается главврачу, и зачастую это тратится там на дополнительные расходники, на новый УЗИ аппарат, на ремонт банальной выделения, потому что больница в этом заинтересована, она не может бесконечно долго ждать финансирования, и пытаться как-то статистически оправдать то, что ей нужен ремонт, потому что статистика в медицине, это чуть попозже расскажу, но это отдельная прелесть, всем в восторге, и, естественно, чем больше к ним придет пациентов, тем больше денег они тоже таким образом заработают, да, врачи как бы могут работать меньше, зарабатывая больше, потому что помимо оклада, они могут тратить свое время там на себя, они могут наконец-то оплатить ту конференцию, на которую они хотели давно поехать, там, в Москву или в Санкт-Петербург, ну, или в какой-то вот крупный город, где она проводится, потому что медицинские конференции — это достаточно дорогое удовольствие. есть, вот, у меня мама всю врачебную практику мечтала, международная врачебная конференция ультразвуковистов, акушеров и гинекологов, у них самые сильные, они проводятся и в Москве, но самый сильный и такой вот самый интересный состав, у них проводится в Италии время, но это стоит столько. Ну, то есть надо туда прилететь, поселиться. Да, 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 оплатить, даже если ты там не выступающий, да, ты оплачиваешь, что вот ты там несколько дней ходишь, слушаешь эти лекции, тебе потом дают там материалы, которые вот были, статьи и прочее, но это вот, это не каждый врач может себе позволить, а для того, чтобы как-то вообще что-то понимать, что происходит в мире в твоей профессии, какие там новые методы лечения, что изменилось, как лучше. Это надо делать, но в связи с этим может возникнуть другая проблема. Если ты будешь пытаться лечить по-новому здесь, то, что не, то, что там уже есть, а в наши протоколы Минздрава не вписано, ты можешь очень быстро попасть под уголовную статью, потому что ты лечишь не по протоколу. И немногие вот, как бы, да, получается два варианта, либо вот пусть идет как идет, ну вот система решила так, вот у нас такие протоколы, вот так вот, да, вот, вот, и хоть трава не расти, то есть, и молодых вот такие больницы привлечь достаточно сложно, потому что они понимают, что они выше определенного потолка, не подниматься никогда, а ставка по области может там быть 7-9 тысяч. То есть, ну хорошо, ты будешь работать за 4-х человек, да, лучше получать 30-35, но это все, дальше ты никуда не двинешься. Либо ты пытаешься найти, да, вот, какие-то места, где вот есть другие варианты, но это опять же таки, в обход там, система здравого смысла, логики, но у тебя есть какая-то возможность хотя бы обеспечить семью, как это развиться дальше, и потом что-то сделать действительно хорошее, потому что я не говорю, что вот в больницах представленных в втором примере, они прям берут со всех, и там, если какая-нибудь там бабушка-пенсионер поступит, ты ей ничего не сделаешь без денег, нет, сделаю, просто с тех, кого могут взять, вот возьмут как раз для бабушки-пенсионера, чтобы у нее там была нормальная палата, чтобы туалет был нормальный, чтобы это все хотя бы там, штукатрук с потолка на голову не сыпалось в реанимационном отделении. Это очень интересно, получается, система, что некая такая самоорганизованность по взяткам, откатам и прочее, но которые при этом частично идут на благое дело. Довольно редкие случаи в нашей жизни. Ты заикнулась про статистику, что это очень весело, тем не менее, раскрой, пожалуйста, этот тезис. Ну, самый прекрасный пример, да, мы должны статистически оправдать свое вообще место в мире и в медицине. В медике, конечно. Да, у меня все-таки в силу того, что, да, там, травмы, ДТП, опять же таки плановые операции случаются достаточно часто, это не так забавно. Намного забавнее это выглядит в профессии моей мамы. Она акушер-гинеколог, и главный врач там где-нибудь раз в две недели регулярно на конференции говорит, мало приходит в наш роддом беременных, их должно быть больше, должно быть. У нас мало родов, надо повысить показатели, надо повысить показатели, иначе нам, значит, перестанут там дать финансирование в таком объеме, там, мы потеряем там свой статус и вот прочее, прочее, прочее. Понятно, что врачи в основном хихикают, как-то смотрят так на мужскую часть врачебной конференции и говорят, что, ну, ребята... Не нарабатываете, что-то... Некрасивых женщин не бывает. А ну-ка, статистику нам поправьте, пожалуйста. Да, мужская часть в ответ смотрит. Дорогие друзья, ну, что такое? Ну, 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 как можно? Давайте-ка срочно сорганизуйтесь и поправьте статистику роддомам. Ну, поэтому... Ну, это действительно проблема, потому что, поскольку пытаются, вроде как для того, чтобы победить вот коррупцию, которая может быть в одной, там, больнице или в одном, там, госпитале, медицинском центре, максимально вывести все решения по закупкам, там, тех же, там, банально, перчаток, скальпелей, опять же, там, да, все эти клининговые центры, которые заменили санитарок, их тоже, там, вывели. То есть, ну, больница их, там, как-то нанимает, но это все равно не... по факту не ее сотрудники, а там через какие-то... Ну, как и с охраной, и как-то со всеми вот этими структурами. Повара-то, кстати, извини, что перебиваю еще больничные или тоже какие-то... Кейтеринговая компания предоставляет... То ты постоянно должен оправдать, что вот, да, там... У тебя за прошлый год там маленький пароцентр позвоночника, да, тебе вот на эти вот расходные материалы, там, пластины, винты специальные, там, еще, еще кучу-кучу-кучу, все, ну, там, такой список, тебе дадут меньше. Ну, даже меньше было. А потом они косяками пошли, как бы, и чего? А, ну, то есть, выделяют все вот эти вещи, исходя из статистики случаев. А это же, ну, это как в этих, господи, страховых компаниях. Там тоже... Сегодня один пожар, завтра 10. Или в этот год в одним пожаром, в следующий год одни наводнения. Ну, вот и... А дали на пожары? На наводнения не дали. Вертолет, значит, летается ковшом с водой и думает, ну, когда бы долить-то сверху. А бывают случаи, что тогда искажают статистику ради этих... Ну, то есть, понимаешь, что там было мало... Ну, то есть, вообще, возможно, искажить статистику при подаче данных? Ну, то есть, ну, утрируя, вот, действительно, мало-мало родило. 10 пришло. Ну, 10, если я сейчас скажу 10, но вообще, как бы, мне скажут, давай откроем здесь бизнес-центр. Поэтому я как-то там нолик приписываю и говорю, 100. Какое вообще возможно? Или там есть многоступенчатая проверка, и это вообще нереально? Нет, это все проверяется, это все... Куча ревизионных комиссий, куча проверок, опять же, да, ты все эти данные. Данные, ну... Ну, хорошо. Ну, вот, допустим, остановимся на роддоме, там, где-либо. Да. Ну, вот к вам пришло, там, в месяц 100 женщин. У вас вот 100 родов записано в журналах. Вот они там записываются под номерами, ну, соответствующие истории ведутся, да, там, у 90 из них, там, есть записи из женской консультации, там, плюса, обменные карты, там, да. Ну, то есть все прозрачная на самом цепочке, которая ослеживается. Да, то есть они там ведется еще, там, от поликлиники, ну, вот где она наблюдалась. Да, она стоит на учет. Ну, хорошо, да. Допустим, там, 10 не наблюдала, ну, там, 10 человек, те, которые не наблюдались, те, которые, там, без, там, российских паспортов, гражданства и прочего, но все равно, вот, ну, вот она у тебя была, она у тебя родила, она у тебя там, ну, или она у ребенка, или двойню, вот вы их выписали, да. Все равно все эти данные указываются, ну, вот, и, и как, потом в конце месяца дописывать еще пятерыв, потом придут, скажут, хорошо, а где дети? Вот у неанатологов записи нет. Неанатологи, да, пишут, к ним потом придут, как бы, ну, хорошо, но вы должны были передать данные. Понятно, до сих пор много ступеней, что это просто не скрыть. Что случается тогда, когда дают меньше того, что требуется? Потихоньку сокращают, вот как у нас происходит в областях, там, да, решили, что больница не окупаемая, ну, давайте ее фельдшерско-акушерский пункт переорганизуем. Ну, зачем там доктора держать? То есть убирают часть персонала? Ну, убирают оставшуюся часть персонала, как правило, даже убирают здание, просто находят меньше, ну, там, фельдшер, ну, чего надо, там, свой кабинет, смотровая, ну, хорошо, там отдельная какая-нибудь коморка, где вот инструменты, ну, и какие-то манипуляции он производит, ну, и телефон для вызова скорбь, и все. Фельдшерско-акушерский пункт не окупаемый, потому что там в радиусе 150 километров, там, три деда, восемь бабок, и, в общем-то, они не то, что там фельдшеры вызывать не будут, они там уже, ну, они вот тихо сами себе, там, в деревнях, в остатках ковыряются, и все, давайте его закроем, потому что не окупаемый, вот, и все, как у нас исчезли врачи на скорой помощи, вот так, фельдшер справляется? Справляется. Не важно, что он там воет, бегает по потолку, и зачастую ездит один, да, там, потому что у него неукомплектована бригада, у него там медикаменты могут быть в недостаточном количестве, потому что старый он обязан сдать на утилизацию, а новые ему могут вовремя не поступить, потому что мы, ну, вот мы ждем денег, вот под Новый год будет закупка, а срок годности вышел в июле. Ну, если все-таки взять какое-то конкретное направление, ну, в теории, да, есть же некая структура у вас, если, допустим, найдется какой-нибудь там Вася, такой пришел молодой хирург, смотрит и думает, господи, какой конец на букву П, как творится. И Вася такой, ну вот, у него пока ни жены, ни ребенка, и как-то и шило в попе, огонь в глазах, и вот он думает, надо что-то делать. И начинает Вася такой, значит, суетиться, что-то там, короче, куда-то писать, строчить. Вася заводит блог на Ютьюбе, где там, типа, Вася, значит, скрывается и тра-ля-ля. Какие у него перспективы? Не получится ли так, что сами коллеги... сесть, да, и сесть, то есть сами коллеги, может, ему скажут, типа, Вася... Могут сказать коллеги. Не буду скрывать, действительно могут. Потому что всегда есть очень разные люди, да. В прошлый раз я говорила, что медики, они не прилетают с Марса, они ровно из тех же людей, да. Там вы среди там своих каких-то знакомых, рабочих контактов всегда знаете, что вот есть пара человек, которые, ну, вот такое себе. То есть... в медицине они тоже есть. Они, собственно, ровно в том же проценте представлены. Тем более, Вася может про них что-то такое рассказать? Тем более, естественно, когда... Вася может рассказать им что-нибудь нечаянно, Вася может отбирать у них... у пациентов у них будет меньше работы, меньше... Ну, кому это нравится, да, там. Вася может вообще слишком много на себя брать, они могут совершенно искренне считать, что нет, на самом деле, вот они правы. Ну, вот надо делать вот так. Не важно, что там Вася там начитался, наслушался, на какие конференции съездил, что там, значит, какие семинары посмотрел, своим опытом проверил и в общем... В общем... Нет, надо делать вот так. И это-то как раз не сейчас началось, это всегда было, это вполне нормально. Ну, это, скажем так, это в любой профессиональной среде это есть. Есть старые советские фильмы, «Сердце бьется вновь», там, Тихонов молодой, Гурченко молодая, вот как раз про конфликт старого вот молодого поколения врачей. Но сейчас проблема-то больше в том, что и пациенты, и сама врачебная система всю ответственность спихивает на первичное врачебное звено. Ну, как раз вот на Вася. Как раз полетит Вася, потому что если какой-нибудь пациент, там, по какой-нибудь родинке, не дай бог, увидит себя, значит, в ролике на ютубе, где он там на самом деле вот 20 сантиметров вместе с этой родинкой показано, да, там, ну и, грубо говоря, там, петли его, там, кишечника любимого. Вот. Там, без указания, там, имя, фамилии, там, ну, только диагноз, как бы, ну, вот и что происходит. А вот не дай бог он этот вот узнает. Да он же тут же понесется голопом, потому что как же вы же меня же, это же, это же кошмар. И Вася будет долго очень много писать, рассказывать, что он не созлал, что он не хотел, но все равно это, да, это определенная ответственность. Потом, может быть, другой вариант уже со стороны врачебной системы, потому что начнут либо поступать жалобы на Васю, вот такого плана, там, от коллег, от пациентов, либо, наоборот, да, там, на контрасте будут поступать жалобы на других врачей, и министерство... С примером, а у Васи такое, а Вы-то... и не хочется, и порой просто нет силы, и не за счет государства, которое, как бы, не туда смотрят. То есть, в общем, умрят само. Ну, в целом, да, потому что... Очень у нас позитивный сегодня выпуск. Короче, все умерли. В целом, да, потому что понятно, что мы все очень хотим, чтобы нам работа больше приносила удовольствие. Мы не хотим, как бы, бегать и бояться того, что за неправильно, там, написанную строчку в истории болезни нас подведут, как вот неанатологов в Калининграде под умышленное убийство. Да, а я не знаю про этот случай. Это какой-то прогремеший, да, случай? Это пока неизвестно, потому что вся информация состоит в том, что в Калининграде у женщины родился очень недоношенный ребенок. Рождение, он весил 700 грамм. Это... Я вот срок сейчас не могу сказать, 22-23... Ну, вот это вот боюсь соврать. Кому интересно, он найдет информацию. И была вызвана в роддом бригада неанатологов-реаниматологов, которые вот как раз такими... Это очень недоношенный ребенок. В СССР это было абортом на позднем сроке. Ну, так, чтобы вот понимать степень жизнеспособности. и тогда это ничем там из рада волн не считалось. И младенец не выжил. Ну, что тоже, мне кажется, не является какой-то непредвиденной ситуацией в данном случае. Но при этом, да, Следственный комитет возбудил дело не о врачебной ошибке, не о врачебной халатности, а о вымышленном убийстве младенца. То есть, приехал такой специальный, чтобы убить? Вот именно это. Нет, я не видела ни протокола вскрытия, ни какой-либо вот информации, ну, вот, из официальных источников Смельственного комитета. Я так понимаю, что, в принципе, ее на данный момент где-то до осени не будет, потому что сам процесс отложен вот как раз где-то на сентябрь-октябрь. Но вой поднялся до небес, потому что убивают детей. Ну, она же вот она же ребенка убила. Как? Что? Где? Компетентность журналистов, вопросов медицины и недоношенности детей, это как бы отдельная печаль, беда. Но сама возможность того, что ты за какое-то твое профессиональное действие, даже не ошибку, а просто за твою работу можешь получить уголовное дело с тем, что это предумышленное убийство, я думаю, что многие студенты медики после этого свои дипломы радостно сожгли и пошли работать куда угодно, только не туда, куда собирались изначально, потому что зачем? родители, дети, мужья, в общем, это страшно, это банально страшно. Да, это веселая история, а я даже не слышал, но я правда, меня, слава богу, все-таки не все касается, я основной в курсе то, что мне присылают, мне там шлют просто килотонны контента, иногда по полтора часа ролик с просьбой, что вы об этом думаете, не задумываясь ни на секунду, что я об этом вообще ничего не буду даже думать, потому что я когда вижу, что полтора часа, я говорю спасибо, до свидания. Слушай, ну хорошо, тем не менее, возвращаясь вот еще к каким-то примерам, которые уже тоже, ну вот раз уж мы заговорили, ну фактически тоже твой коллега, да, просто тем не менее знакомый, ну а вот из того, что тебе рассказывали до или после предыдущего нашего ролика или писали, вот что-то, что тебя саму ну как бы впечатлило, можешь поделиться? Из разов, из любой области, совершенно неважно из какой. Я, к сожалению, не смогу найти примера, где все хорошо. Так нет, ну и так уже сказали, уже, что все умерли, поэтому будем, будем следовать этой концепции. И чего уж тут, это жизнь, все сдохнем, и я, и вы, и все на белом свете. Кроме Ленина, он вечный. Нет, разные есть ситуации, в принципе, многие коллеги справляются, могут подручными средствами, там чуть ли не за счет военно-госпитальной хирургии по заветам товарища Пирогова, и это, к сожалению, в наших реалиях оправданно. Очень сложно говорить о каких-то конкретных вещах, потому что я это понимаю как обыденность. Не как обыденность. Я понимаю все подовлеку, что вот так по-другому нельзя, что вот, да, что могут закончиться скальпели банальные, ты из своих запасов достанешь лезвие, возьмешь пинцет и будешь так вышивать. то есть вот так вот прямо зажав лезвие, пинцет, это же смекалка, находка. Ну вот, понятно, кто там в областных больницах был, тот в Сирии и ты не смеется, в общем-то, ничего нового не показывают. Так нет, я не ради смеха это прошу, ты так сказать. Нет, я понимаю, что не ради смеха, я просто... Мы уже отсмеялись. Нет, поскольку я... Ну вот этот пинцет скальпелем, лезвием, это очень круто, на самом деле. Я прямо уже вижу, как бы, какой-нибудь режиссер, снимающий сериал про больницу уже такой, мотая себе на ось. Ага, это надо куда-то вставить. Просто я не то, что не хочу вам рассказывать, чтобы сделать из этого какую-то страшную тайну или только то, что доступно медикам, просто... Сейчас, Оксана, откройт нам тайные секреты определенных профессий. Уберите ваших детей от голубых мониторов. Да. Просто если раньше люди хотя бы доверяли врачам хоть в какой-то степени, сейчас, даже после каких-то весьма нейтральных историй, они начинают ковырять и говорить вот, 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 как бы не хирург молодец, что выкрутился и смог в экстренной ситуации сделать то, что от него требовалось, а то, что сволочи, все разворовали, все работают черти как, ничего не умеют, и вообще вы мало денег зарабатываете, потому что мало работаете, не говорю, что все так думают, но вот это вот, ну, будет подобный комментарий даже под тем выпуском. Медицинские услуги вместо медицинской помощи, это сейчас на первом месте, и, в общем-то, если вам очень хочется веселых историй, то пересмотрите «Доктора Хаос». Хотя на самом деле это сериал оказался очень-очень пророческим, тем только кажется, что он смешно, «Доктор Хаос». да, навешивая в зубах оттуда цитата про вакцинацию, что, ну, вакцинация – это бизнес, а другой хороший бизнес – это маленькие детские гробики, это один вариант. Все забывают про другой момент, который буквально в первом же сезоне, когда он читает лекцию студентам, что человек болит на галт, вот, и у вас есть вот время проводить 70 лет. Надо сделать такие-то анализы, пациент умер. Надо сделать рентген-котеймер, пациент умер. Я помню. Надо вот это. Пациент умер. Ну, а что можем сделать? Вы могли осмотреть ногу. Хи-хи, ха-ха, всем весело, как бы, да, все смеются, но мы пришли к этой системе. Я могу нас поздравить, потому что осталось там еще полтора зубра и два с половиной аксакала, которые действительно в курсе, что надо посмотреть на ногу. И они, посмотрев на нее, могут увидеть и понять, что вот и зачем дальше делать. Но поскольку у нас система вывернула все с ног на голову, мы завезли в протоколах, протоколах для страховой, протоколах для себя, еще куда-нибудь, еще за чем-нибудь, и вот эту вот бумажку тоже еще напишите, на всякий случай для прокурора. Вот тут вообще без ошибок. То времени на смотреть ногу не будет. И веселых историй будет больше. Вот веселых, забавных историй на тему того, как врачи выкручиваются, выпрыгивают из-под себя там с помощью не знаю, там фанеры туалетной бумаги в виде там санавиации на замечательной машине Буханка какие-нибудь отчаянные фельдшера в какой-нибудь деревне накладывают шину и потом, значит, по долинам и по взгоре доставляют это в ближайшую больницу, а в ближайшую больницу говорят, вот такую шину, как бы, еще, ну, хоть не из коры лыкок, ну, огонь. Вот. Это будет, это будет дальше нарастать, пока кого-нибудь не лопнет терпение. Я очень сочувствую вот скорой помощи в Тольятти, которая там сейчас один из районов объявил забастовку, но я боюсь, что пока вся скорая помощь не объявит забастовку, потому что, да, ну, хорошо, один район, вот итальянская забастовка, ну, да, ну, вот мы там, другие подстанции у нас будут работать там полтора раза больше, они там как-то эту дыру закроют, ну, вот как-то же, ну, вот Тольятти же не зависла в панике от того, что у них скорых вообще не стоит. Она там приезжает только, ну, вот на экстренный-экстренный случай и все. И никто этого не видит, никто этого не знает, я очень боюсь, что это закончится совсем плохо, и, ну, раз вы такие принципиальные, мы вас вообще закроем, ваш район там разрежем, ну, будет у одной подстанции там радиус района 200 километров, ну, как-нибудь будут успевать. Я очень хочу рассказать хорошие новости, я очень хочу это успеть сделать до моей пенсии, вот, но я боюсь, что пока эта система, вот, сама себя не изживет, в каком-либо виде, то есть, либо до кого-то сверху дойдет, и они поймут, что они очень сильно ошиблись, начав вот этих, пристегивать лошадей к самолету, а для того, чтобы он все-таки взлетел, уже и начать разбирать самолет с хвоста, вот, отрезаю все, по их мнению, ненужное, но, скорее всего, мне кажется, ситуация произойдет с ним, потому что на одних крупных городах и крупных центрах, практически единичных количествах по стране, мы далеко не уедем. Очень оптимистичный прогноз. В этой связи, ну, я не могу, хорошо, а совет-то, вот, какая-нибудь там девочка или мальчик, вот, она хочет пойти учиться на медиках, Чего сказать-то? Подумайте еще раз, подумайте, действительно ли вы... Может, лучше на менеджера? Действительно ли вы хотите этим заниматься, в том плане, что это будет очень много работы, и зачастую вы не будете никак защищены. если что-то не дай бог случится, за вами не богу тут бегать, как за журналистом Голунова, и вот скакать, подпрыгивая там выше головы, что, ах, вот как же так, ни в коем случае. Нет, вы будете самостоятельно отвечать за свои поступки, за свои действия, вам при определенной доле удачи и стремления действительно может повезти, вы будете работать в хорошем месте, в прекрасном коллективе, вы действительно будете совершенно спокойно помогать людям, вам эта работа будет приносить безумное количество эмоций, очень разных, но гораздо больше положительных, но не отметайте для себя вариант, что кое-где у нас до сих пор булгаковщина и бересаевщина, и в общем-то вы не застрахованы от попадания и в такие места. Дальше это уже вопрос того, насколько действительно вы хотите этим заниматься, потому что если вы думаете, что в медицине можно по щелчку пойдет стоматологи, гинекологи, какие у нас еще пластиковая хирургия, пластичная, пластическая, оговорочка по Фрейду. Нет, вам придется либо практически там уже с 10-11 класса школы выходить и искать какие-то связи, какие-то контакты, потому что вы должны будете пробиваться и рассказывать, почему вы лучше всех сыновей завотделения, почему вы сын рядового, можете стать генералом, когда у генерала есть свой сын. То есть это вам надо будет оправдывать и доказывать. И легко в медицине ничего не дается. Для тех, кто решит передумать процессе, есть фарм представителей, ничего не могу сказать плохого. Если вы все-таки найдете себе силы и закончите медицинский вуз, потом пойдете в косметологию, многие люди скажут вам спасибо, потому что будет хороший косметолог с медицинским образованием, он не будет творить то, что творят люди, которые закончили трехмесячные курсы, получили сертификаты и развлекаются с кожей других людей как хотят. Потом в связи с этим происходит много проблем. А потом эти люди идут уже к нормальным медикам. И в общем-то медицинское образование само по себе, если сейчас говорить о студентах, оно достаточно вариативно в плане дальнейшего выбора профессии. Поскольку шесть лет ты учишь в общем-то все и только потом выбираешь конкретную специализацию, ты можешь пойти в фармакологию, ты можешь пойти в конце концов психануть и продавать какое-нибудь оборудование частным клиникам. Некоторые так и делают с медицинским образованием, становятся менеджерами. Кстати, очень успешно, я парочку таких знаю, продают медицинское оборудование. Ну, можешь пойти сидеть в лабораториях, которые сейчас раскинулись совершенно какой-то гигантской сетью, разные фирмы и в общем-то вопрос трудоустройства у тебя будет. Рассказываю, когда свои проблемы решал пару лет назад, мне говорят, что некоторые анализы, они все равно ведут к нам в лабораторию первого меда. Я потом у них спрашиваю, а это правда, что вы вот эти вещи не сами исследуете, а все равно возите туда. Никто ответа не дал, естественно. Существую правда, потому что очень дорого ставить такое оборудование. Поэтому в конце концов если вы поняли, что медицина совсем-совсем-совсем не ваша, английский достаточно сильный медвуз. Профильный английский тоже. Если повезется преподавателю, вам это будет интересно. Переводчикам медицинских статей вас будут просто на руках носить. Потому что времени не хватает, иногда просто знаний не хватает. Именно терминологии специфической. Переводная медицина, не только статьи, а вообще устные и прочее. Это тоже довольно востребовательно. В конце концов можете устроиться в какой-нибудь медицинский туризм. Вы будете приезжать общаться с врачами на английском, а потом пациентам объяснять, что им сказали и прочее. Потому что далеко не все сказали английские. поэтому вариантов масса. Бежать в панике, срочно поступать в какой-нибудь текстильном, промышленном или высшую школу экономики не стоит. имеет смысл доучиться, но четко представлять себе, что именно вы хотите получить и от образования, и от дальнейшей своей профессии. А дальше уже все в ваших руках. видишь, видишь, все-таки что-то хорошее в нашем выпуске в конце до концов. Ну, ладно, Оксана, спасибо, что заглянула к нам в Петербург на огонек. Приходи, если будет время, вот у меня в воскресенье, в субботу экскурсии будут. Порадуешь себя. Я, кстати, позже в случае покажу сейчас Оксане свою коленку после футболю. Это как раз тот случай доктора, у меня тут болит, у меня тут шишечка. Видите, как мне повезло с экскурсантами и с моими зрителями. Ну, соответственно, что, опять-таки в данном случае уже не надо никакой помощи никому оказывать. Слава богу, все уже было, все хорошо. Окажите помощь кому-то из вашего окружения. Ко мне можете приходить на мои экскурсии. Они проходят и в Петербурге, вот уже в конце августа в Москве я их возобновлю в середине недели и на выходных в Париж и Берлин группа набирается. Соответственно, если вам интересно, пишите. Ну, а тебе что? Успехов, терпения, удачи все-таки во всех этих делах и тебе, и маме, да, которые на тебя свалились. Ну, а вам еще раз спасибо за ту помощь, которую вы оказали Оксане. Это прям вот, это был огонь. Еще раз хочу сказать вот этому товарищу, который прислал 60 тысяч рублей. Не знаю, кто это, но это было очень круто. Я сам обалдел на самом деле. На этом все. Комментарии вот туда. Увидимся еще. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok